Друзья, здравия! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Поговорим сегодня об отношениях, о том, как сохранить счастливые отношения в браке, в союзе. Ну, на самом деле, когда два человека любят друг друга, это, наверное, лучше назвать союзом. Почему? Потому что, когда происходит союз, это объединение. Вот слово «брак», оно имеет такое двуякое значение, я бы так сказал. То есть, с одной стороны, браком называют отношения, закрепленные государством между мужчиной и женщиной. Ну, сейчас уже между мужчиной и мужчиной, и женщиной и женщиной, все дело пошло все дальше и дальше. И браком называют, когда есть какой-то продукт, и он не соответствует тому заявленному, какой он должен быть, то есть он с какими-то неполадками. И получается, что неполадки эти проявляются в браке. То есть, люди вступают в него, думают, что все будет хорошо, там, бедовый месяц, как говорят, и... А потом начинаются сложности. И вот важно понять, почему они возникают. То есть, люди возлагают друг на друга какие-то ожидания. То есть, они думают, что вот человек будет таким, а не другим. Он будет делать то, что я хочу, или то, о чем мы договорились. Будет там уважать меня, ценить, любить и так далее. Но зачастую это не происходит. Не происходит почему? Потому что люди разные, да? Сначала они хотят показать себя с хорошей стороны, мол, да, все здорово, мы будем вот в таких вот отношениях, все будет хорошо. А потом человек меняется, то есть он становится, ну, скажем так, все больше собой тем, каким он был. То есть он уже не показывает себя просто с хорошей стороны, чтобы показать, а он просто становится таким, каким он был. И возникает неприятие, непринятие. То есть хочется его сделать таким же, каким его хотел видеть. А он не такой. И вот появляются какие-то отвержения, появляются негативные эмоции, злость, боль. Хочется, не знаю, уйти или выгнать другого человека. Появляются ссоры. И что? Люди часто расстаются. То есть часто происходит так, что люди, допустим, заключили брачное соглашение. То есть даже повенчались там в церкви. А потом через какое-то время расстаются, потому что они чувствуют, что они не подходят друг другу. То есть они разные. И в этой разности на самом деле заключена очень огромный смысл. То есть когда мы разные, это здорово. То есть мы можем друг другу показать какое-то, ну, что-то такое, чего нет в нас. То есть, допустим, во мне есть там сила, мужественность, есть определенная, там, не знаю, такая сила духа, желание добиваться своего. А в другом человеке этого нет. И он получает это от меня. А в другом человеке, например, есть принятие, любовь, такое, ну, допустим, состояние взаимопомощи. Такое состояние, когда, ну, скажем так, направляешь любовь на человека. То есть каждый что-то может давать друг другу. И когда мы вот в таком дополнении действуем, когда мы уважаем и ценим друг друга, как раз и происходит то, что мы называем союзом. То есть мы дополняем друг друга, мы помогаем друг другу раскрыться. И вот в чем же заключается ключ, секрет счастливых отношений? В принятии. То есть принятие, это когда ты можешь, ну, скажем так, принимать другого человека таким, какой он есть. То есть ценить не какой-то образ, созданный тобой, а таким, какой есть человек. То есть и очень важно, конечно же, момент, да, когда люди сходятся, да, это смотреть не на, ну, скажем так, не на физическую даже оболочку, не на там какие-то преимущества, которые есть у человека в виде денег, платья и тому подобное, а на энергетическую вот составляющую, на духовную. Когда вам хорошо вместе, когда вы вот просто находясь друг другом, даже ничего не делая, чувствуете вот эту радость, счастье, вот это тогда как раз и есть тот союз. То есть у меня, например, в союзе так и происходит. То есть мы ценим, уважаем друг друга, понимаем, любим и принимаем. То есть у нас не возникает конфликта. То есть что такое конфликт или ссора, да? Это когда люди не принимают друг друга, стараются переделать, заставить или что-то в этом роде. А когда люди принимают, то у них происходит что? Они уважают, они видят в другом, что да, это человек другой, он может сделать что-то иначе, по-своему. Ну здорово, я принимаю это, я принимаю себя таким, какой я есть, и принимаю другого таким, какой я есть. Вот секрет счастливых отношений. И чтобы было больше принятия, нужно убрать из ума то, что вызывает непринятие, то есть заряд, негативные эмоции, то, что человек выливает на другого, вот этот весь негатив. И когда ум прочищен, то человек просто, ну, ему самому классно и другому рядом с ним классно. И вот я помогаю человеку, даже если какие-то у человека нарушены взаимоотношения, там, с мужем, с женой, с девушкой, с парнем, с мужчиной, с женщиной, да, то есть любые взаимоотношения, даже отношения с родителями, да, или с дочкой, там, с сыном, да, это все можно исцелить. И когда мы убираем вот этот негативный заряд, негативные эмоции, человек становится снова чистым, ясным, и ему хочется дарить друг другу любовь, тепло, радость. Поэтому, друзья, если у вас есть какие-то сложности в отношениях, в браке, или, ну, вообще какие-либо сложности по жизни, вы можете написать мне, и я помогу вам. Я провожу бесплатную консультацию, которую я выслушиваю вас, и рассказываю, как можно справиться конкретно в вашей ситуации. Поэтому вы можете написать или позвонить мне в любом мессенджере, в Вайбере, в WhatsApp, в Telegram, в Facebook, в ВКонтакте, любая соцсеть, которая вам подходит. Я подскажу вам, как можно улучшить вашу ситуацию. Главное, это ваше желание улучшать состояние. Поэтому, друзья, пишите, звоните мне. Если это видео вам нравится, то поставьте отметку «Нравится», это палец вверх, там колокольчик для напоминаний тоже, чтобы вы не пропускали мои новые видео. И вы, конечно, подпишитесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, и поделитесь этим видео с вашими друзьями. А я вам желаю счастья, осознанности, и мы увидимся совсем скоро, завтра, в следующем видео. До скорой встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok